Генерал-майору Драманову досталось прокурор из дела Захарченко. В процессе по делу высокопоставленных сотрудников СК, среди которых бывший начальник КСУ СКР по Москве генерал-майор юстиции Александр Драманов, будет участвовать прокурор Милана Дегаева. До этого ей удалось отправить на длительный срок полковника МВД Дмитрия Захарченко. МСГР суд отказался вернуть на доследование дела бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, СКР, генерала Александра Драманова, а также полковников Алексея Крамаренко и Михаила Максименко. Они обвиняются в получении взятки в размере 1 миллион долларов за освобождение приближенного вора в законе Захара Калашова по прозвищу Шакры Молодой. Несмотря на то что на деле стоит гриф совершенно секретно, процесс стартует 17 октября в открытом режиме. Ожидается, что в этот день прокурор озвучит обвинительное заключение, а подсудимые выскажут свое отношение к нему. Интересно, что поддерживать обвинение в деле будет старший советник юстиции, прокурор Милана Дегаева. Она известна по участию в процессе над полковником-миллиардером Дмитрием Захарченко, которого обвинителю удалось отправить в колонию на 13 лет, впрочем доказав лишь один из двух эпизодов. Ожидается, что главным свидетелем обвинения по делу Драманова станет его бывший первый зам, генерал Денис Некандров, заключивший сделку со следствием и отделавшийся сроком в 5,5 года. Поскольку начавшееся 10 октября предварительное слушание прошло в закрытом режиме, на оглашение постановления журналистов не пустили. Судья Сергей Груздев, которому подсудимые доверили единолично слушать дело, не согласился с мнением защиты о том, что в ходе расследования были допущены нарушения закона, препятствующие его рассмотрению по существу. Он отклонил ходатайство о возвращении дела прокурору для направления его на доследование. При этом ходатайство об исключении из дела ряда доказательств как недопустимых он счел преждевременным и оставил без удовлетворения. Защита может повторно заявить его уже в ходе разбирательства. Арест до дня смеха. Когда судья оглашал постановление, из зала суда послышался дружный смех. Однако что так развеселило подсудимых, так и осталось за кадром. Двух из них, Дрманова и Крамаренко, председательствующие по ходатайству обвинения оставил в СИЗО до 1 апреля, на время судебного процесса. Михаилу Максименко по данному делу не избрана никакая мера пресечения, так как он осужден по другому эпизоду и находится под стражей. Теперь уже бывший начальник КСУ СКР по Москве Александр Дрманов был арестован позже других фигурантов, 17 июля 2018 года. До этого он успел дать показания на процессе по делу экс-начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР полковника Михаила Максименко. В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 13-му годам лишения свободы и штрафу в 165 миллионных рублей за получение двух взяток. Третьим фигурантом дела стал бывший начальник следственного управления по Центральному административному округу КСУ СКРФ по Москве, а на момент задержания, в декабре 2017 года, Бусинис ФМ, сотрудник службы безопасности Роснефти Алексей Крамаренко, всем троим вменили получение взятки в особо крупном размере, ч. 6 статья 290 УК РФ, Адраманову также получение еще одной взятки в крупном размере, ч. 5 статья 290 УК РФ, силовики и воры в законе. По версии следствия, Драманов вместе с другими тремя сотрудниками следственного комитета получил 1 миллион долларов от девелопера Дмитрия Смычковского. Последний по просьбе кого-то из окружения вора в законе шакры молодого, Захара Калашова, пытался организовать освобождение из-под стражи его приближенного Андрея Кочуйкова по прозвищу итальянец и его друга Эдуарда Романова, Дюбеля. Оба были замешаны в перестрелке на Рочдельской улице в декабре 2015 года, которая закончилась двумя погибшими и восемью ранеными. Дело Кочуйкова и Романова передали из столичного главка СК ПЦО, а их действия переквалифицировали на более мягкую статью, с вымогательства на самоуправство. Однако авторитеты так и не вышли на волю, так как сотрудников СК прослушивало ФСБ. Стоит отметить, что Михаил Максименко был ранее осужден в том числе за попытку освободить Андрея Кочуйкова за 500 тысяч долларов. Она финансировалась из другого источника и была проплачена экс-совладельцем сети ресторанов Яки Тари Олегом Шейхометовым. Кто же выделил еще один миллион долларов, следователи не установили или не захотели установить. Кроме того, Александру Дрманову инкриминируется получение карточки с 9 850 евро от генерал-майора СК Дениса Никандрава. Деньги, по версии следствия, платились за его назначение на должность первого заместителя и общее покровительство по службе. Главный козырь обвинения. По словам защитников генерала Дрманова, за время расследования у их клиента так и не нашли дорогой недвижимости или хотя бы части из одного миллиона долларов, которые он якобы получил в качестве мзды. У него обнаружили только 18 тысяч евро из его личных сбережений. В ожидании процесса Дрманов сидит в СИЗа Лефортова вместе с двумя соседями. Причем ранее его сокомерником был осужден этим летом на 7 лет колонии за махинации при реализации газконтракта бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов. Теперь же один из соседей силовика – это обвиняемый в газизмене. И несмотря на то, что ранее два фигуранта антикоррупционного расследования, бывший заместитель Максименко Александр Ламунов и бывший заместитель Дрманова Денис Никандров, признали вину и отделались сроками в 5 и 5 с половиной лет заключения. Соответственно, трое других фигурантов вину отрицают. Позиция Дрманова – он не виновен и ему ни в чем признаваться. Он на протяжении всего расследования заявлял, что никаких денег он не получал. Никандров же его оговорил как раз для того, чтобы минимизировать свое наказание, заявил Бусинис ФМ один из его защитников Денис Кобелев. Отметим, что Никандрова, ранее заключившего сделку со следствием, считают главным козырем обвинения. Он даст свидетельские показания на процессе. 29 мая этого года он освободился из колонии в Нижнем Тагиле условно-досрочно. Денис Кобелев считает также несостоятельными и утверждение последнего о том, что он якобы проплатил Дрманову свое назначение, дав карточку с 9850 евро. По мнению адвоката, такую сумму за должность первого заместителя руководителя КСУ СК Москвы нельзя расценивать всерьез. Другой защитник Дрманова, Марк Каверзин, рассказал, что процесс пройдет в открытом режиме. Но поскольку на некоторых томах стоит гриф «Секретно», то, скорее всего, судья объявит закрытыми заседания, на которых они будут изучаться, сказал адвокат. Защита полагает, что процесс не займет много времени и, вероятно, завершится уже до конца года. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok